Ну вот смотри, у нас еще на этой неделе, конечно, дикий ажиотаж вызвал Дмитрий Киселев, младший пропагандон России, сравнительно с таким мамонтом, как Соловьев, который решил посидеть на унитазе Навального, поспать в кровати Навального, потереться о кресло Навального в той самой Томской гостинице. Конечно, Киселев, надо отдать ему должное, мудрейший человек. Он выждал месяц, он выждал полную дезинфекцию помещения, он выждал полную перемену мебели и всего остального. Он выждал, когда все в этом номере изменено, после этого он предпринимает красивый Димарш и сидит на мемориальном Навальнинском унитазе. Куда-то, кстати говоря, вот Юнис мне сообщил, он там, как все ательеры, он на связи с Томском тоже, куда-то делся, пропал Стульчак, именно после визита Киселева. И мне непонятно. Ну, на память, Александр Глебович, ну что вы, все так делали. На память и сувениры, совершенно верно. И потом, да, когда в России все племенится, он будет показывать висящий вместо крестика на цепочке кусок Стульчака, и это будет его верительной грамотой. Совершенно верно. Но меня удивляет, кто этими пропагандонами сейчас руководит, почему так безграмотно. Ведь они же действительно за каким дьяволом, они из Навального лепят центральную фигуру России. Зачем вот прям вот какой-то фетишистский ленинский культ, да? И понятно, что... Причем интересно, что вот сама идея о том, как ужасно опасен новичок и как он все заражает вокруг, она же тоже, ну как бы, она еще как бы из Солсбери идет, да? То есть это вот идея, что если ты вошел в номер, где был Навальный, то ты непременно умрешь. Хотя, насколько я знаю, что в этой истории про гостиницу вообще ничего неизвестно, насколько там был яд или не был. Не исключено, что Киселевым могла руководить мечта. Отравиться. Просыпаешься, рядом Меркель. И ты уже мученик. А за другую руку Макрон уже держит. Совершенно верно. Поэтому вполне возможно, что это был Димаш еще и с задней мыслью. Но вот все эти... Это просто из зависти, Александр Глебович, банальная зависть. Возможно. Но я вижу, что все эти пропагандистские выходки, они имеют один недостаток. Это все равно избиение беззащитного. Вот есть связанный покорностью, невежеством мозг бедного телезрителя. И пытать мозг раскаленным железом пропаганды, пользуясь беззащитностью, пользуясь привычкой этих милых несчастных людей, которые привыкли смотреть телевизор, это, конечно, в общем, большое свинство. Спасибо.